МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тогда вы раскритиковали работам городских властей, управляющих компаний, коммунальных служб, строителей в вопросах благоустройства, городской среды капитального ремонта, а также переселения из ветхого аварийного жилья. Вы пообещали вернуться и посмотреть, проконтролировать, убрали ли все недоработки. Вы действительно через месяц приехали, целый день. Вы сегодня ездили по самым разных объектам. Да, именно в городе Курске. Какие выводы вы можете сделать? Услышали ли вас городские власти, коммунальщики, исправили ли они ошибки? Часть тех нарушений, которые были прописаны, ну, во-первых, мы объявили о том, на площадке именно совещания, что проводит Общероссийский народный фронт, мониторинг еще работы надзорных органов, в первую очередь от которых зависят вот те недоработки, которые мы увидели. И управляющих компаний, где государственная жилищная инспекция, ну, не доработала с ними определенные требования к принятию домов, подготовка к отопительному сезону. Были у нас замечания к прокуратуре. И самое важное, это реализация проекта формирования комфортной городской среды. Само формирование программы, по которому у нас были, ну, такие, знаете, даже непонятные вообще отношения, такое ощущение, что не были на обучении Минстроя представители именно муниципального образования города Курск. Мне не понравилось само отношение чиновников к тому, к тому, знаете, вообще работа с населением. Потому что вот придя в парк Бородино, когда люди подходили для разговора и говорят, ой, вот мы тоже хотели бы попасть в программу, вы знаете, такое резкое вообще отношение к людям. И, честно говоря, это вот надменность, она прям вот присутствовала вот по всей, по всей проверке и в прошлый раз, и сегодня. Вот это не изменилось. Слышит ли власть города Курска? Не слышит. Вот в прошлый раз вы оценили работу на двойку с двумя минусами, что опять двойка. По каким-то работам. Ну, в срок закончили работы. Вот нельзя сказать, что вообще ничего не сделали. Само отношение к реализации этого проекта не изменилось. Ничего не изменилось. И, мне кажется, не изменится до тех пор, пока вот уже точка будет надзорных органов, точка Минстроя России, которая конкретно уже поставит тех лиц чиновников, персоналей, которые неправильно подошли к решению этого вопроса. О чем я говорю? Я не увидела сегодня ни на одной площадке, на которой я была, ни одного, вообще не видела массовости людей. Я вообще людей на многих площадках сегодня, вот на Энгельс и Сквер, я вообще людей не увидела. Я не увидела, что там площадка эта содержится. Мы же делаем общественные территории, и я все время город Курск спрашивала. А где-то общество, да? Где те люди, для которых вы это делаете? Да нет, это рейтинг. Когда я почитала, посмотрела, как этот рейтинг делался, вот именно по городу Курск, да? Опять же, люди голосовали, выбирали определенные площадки. А ну скажите мне, как может выбрать человек? Улица, общественная территория, Сквер на улице Энгельса. У нас улица Энгельса без определенных таких обозначений, она начинается с дома номер один, допустим, и заканчивается на доме 355. И где этот Сквер? Ведь там столько таких. И каждый человек понимал, что может быть этот вот Скверик конкретно рядом с моим каким-то, да, дан домом. То есть нет конкретных тех вот, знаете, постановочных ориентиров, где люди конкретно могли увидеть и проголосовать правильно. Вот я, как гражданин, приезжая в город, я должна на сайте посмотреть, за что я должна голосовать. А сами понимания того, что там происходит, непонятно. Информация недоступна для населения. Сегодня я еще и пыталась разговаривать с людьми. После прошлой моей поездки более ста с лишним обращений на мое имя пришло от жителей и от Курска большая половина. Это значит, что сегодня власть не слышит людей и просто-напросто не реагирует на их замечания. Причем вопросы абсолютно. Вот мы сегодня встретились еще с утра с Смирновым Алексеем Борисовичем. Это новый у вас, да, замгубернатор, который курирует сферу ЖКХ. И когда мы сегодня разбирали одно из обращений, и ответы чиновников, которые, знаете, из года в год на протяжении 3-4 лет по одному обращению, переходят из руки в руки, меняется один, просто подпись меняют, ответ один и тот же. А сам вопрос, который задавали жители, ответа не получили. И вот сегодня мы вместе с администрацией области как раз на себя и берем, вот, общероссийский народный фронт правильно научить чиновников выходить из кабинетов, особенно в городе Курске. Я еще раз говорю, почему особенно, потому что у нас были и в Курчатове были свои замечания, и были у нас... Но там вас услышали. Абсолютно услышали. В Железногорске у нас были замечания по поселку Карла Липкнефта. То есть у нас были те вопросы, по которым это не только по городу Курск, а почему есть сравнительный анализ. Но если там чиновник сразу отреагировал в одном, в третьем, и они пытались, даже если что-то не поняли в том замечании, они пытались это исправить и исправили. Вот я считаю, что здесь диалог состоялся. Диалог с городом Курск у нас не состоялся. Поэтому я надеюсь, что сегодня мы услышали друг друга, и сегодня мы поставили конкретные уже задачи. Сегодня у нас с администрацией области уже есть конкретные направления, когда мы с общероссийским народным фронтом и администрацией области идем нога в ногу. Мы понимаем, что мы хотим теперь увидеть. Мы затронули программу формирования комфортной городской среды. Да, поступают деньги на благоустройство различных территорий. И вроде бы ремонтируются дворы, устанавливаются площадки, появляются новые скверы. Но вот качество работ довольно часто оставляет желать лучшего. Вообще, кто в этом виноват, наш взгляд? Это не досмотрели чиновники, виноватые подрядчики, которые занимались строительными работами? Или все-таки это пассивность местных жителей, которые не контролировали каждый шаг? У нас очень активная категория граждан. Я в какой бы двор ни пришла, на какую бы территорию я просто ни зашла. Вот я пришла в парк Бородино, ну просто посмотреть. Мы шли просто втроем по дорожкам. И к нам уже прямо люди сами стали подходить, видя, что мы обсуждаем, где бы что мы хотели здесь увидеть. То есть сама ситуация, сказать, что люди безразличны, я такого не заметила в Курской области. Мне наоборот, я еще раз говорю, после прошлого моего приезда, огромный поток писем идет от людей, которые видят недоработки, и они пишут об этом. Люди не понимают, почему это происходит, и просят помочь привлечь надзорные органы, что мы и делаем. У нас не все управляющие компании воры. У нас не все чиновники воры. У нас есть отдельный персоналий, на который всегда есть либо уголовный кодекс, либо жилищный кодекс, либо трудовой кодекс, либо у нас есть организации, если это касается работы управляющих компаний, или не работы больше всего, раз мы жалуемся, то тогда есть государственная жилищная инспекция, с которой сегодня тоже нашли, слава богу, такой общий язык, и перестроили полностью работу на обращение граждан. Надеюсь, что буквально с этого месяца, после того приезда, ситуация в корне меняется. Я смотрю по обращениям граждан, которые приходили, исправляются ситуации, и знают механизмы, и понимают, что они должны делать. Сегодня есть прокуратура, которая обязана предупреждать правонарушения в любой сфере. Либо вас обидела управляющая компания, либо на вас не отреагировал чиновник. Нельзя сидеть и ждать, что приедет Калинина Светлана Викторовна, либо придет представитель Общероссийского народного фронта. Вы все наши участники движения. Общероссийский народный фронт и объединение экспертов, и всех людей, которые у нас сегодня есть. Поэтому мы называемся Общероссийское общественное народное движение. Поэтому очень важно понимать, что от ваших звоночков, если вам прокуратура ответила смешно и переписала вам жилищный кодекс, вы приходите. Мы всегда рады посмотреть. Мы собираем сейчас отписки всех этих чиновников и надзорных органов, дабы отправить их в музей России. Показать, какое чиновничество в каком регионе сегодня есть. Президент очень часто посещает этот музей. И ему будет, наверное, приятно, а может быть неприятно увидеть, вот какая масса тех или иных чиновников и надзорных органов у нас есть в регионах. Ну потому что это наша сегодняшняя история, от нее мы никуда не уйдем. И вот ее надо менять. Ну давайте затронем тему капитального ремонта. Многие довольны его результатами. Есть люди недовольные. А есть люди, которые годами ждут, когда же, наконец, их дом все-таки будет капитально отремонтирован. Вроде деньги мы платим здесь и сейчас, а когда это счастливое будущее настанет, неизвестно. Поэтому некоторые люди, в данном случае, чуя какой-то подвох, предпочитают не платить деньги за капитальный ремонт. Неправильный подход, Ручка. Объясните, почему? Объясните этим людям. Я первоначально, когда еще входила в экспертный комитет Госдумы, как раз по вопросам, когда принимался этот новый закон по капитальному ремонту. Я для себя, как гражданин, вообще как эксперт, понимала, это могли бы сделать, если было бы обязательным требованием, не в фонд рекоператора капитального ремонта. А отдельный счет, например, создать для дома. А отдельный счет и в управляющей компании, либо отдельный счет на счете нашего дома и собирать туда деньги и что-то делать. Сейчас такая возможность тоже у нас есть, спецсчета, которые мы можем сделать. Я бы на новых домах, многоквартирных домах, вот которым до 5 лет, я бы вообще сделала обязательным порядком спецсчета. Почему? Непонятно, вот в вашем фонде на сегодняшний день, хватит ли вам денег, чтобы ваши дома когда-то ремонтировать. И я сегодня за деньги дома нового, мы начинаем ремонтировать старые дома. И это неправильный подход. Правильно, если каждый сегодня научится считать свои копейки. Каждый будет платить и знать, как будут расходовать его средства. Для этого надо просто-напросто собрать собрание, подписать и сделать этот спецсчет. Это сделать элементарно в один из выходных дней, собрать людей, подписать очно-заочной формой этот протокол и отнести в государственную жилищную инспекцию фонд рекоператора. Даже если у вас нет ТСЖ, даже если вы просто дом, вы имеете право такой счет создать, и владельцем счета будет фонд рекоператора, но с вашего счета ни одной копейки он не посмеет взять. Когда в следующий раз вас ждать? В январе месяце однозначно, потому что есть вопросы, есть те вопросы, по которым сегодня люди уже написали обращение, по которым сегодня сделали запросы. Но чтобы дальше до логического довести решение, уже все, что сегодня волнует. И самое главное, что в любом случае в январе я должна увидеть те правильный подход к формированию комфортной городской среды. Правильный подход к формированию и к подрядчикам, и ко всем структурным подразделениям, и к бизнесу в том числе. Я должна увидеть в правилах благоустройства ответственность тех, от кого зависят наши с вами чистые и устроенные города. Сегодня этого пока нет. Сегодня очень важно будет, что ценовая политика будет пересмотрена, что в проектные решения все будет пересмотрено. Мы хотим увидеть в следующий раз, что программы, которые формируют по программе капитального ремонта, все протоколы проговорены с людям, а не просто подписаны одним человеком. Чтобы сегодня мы понимали, что сюда чиновник выходит к людям, и действительно Курская область готова к реализации национальных проектов. Светлана Викторовна, спасибо, что вы пришли и ответили на все наши вопросы. Это была программа «Крупным планом». Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.